Товарищи, московские большевики, рабочие и трудящиеся, вместе с товарищами ленинградцами, вместе с трудящимися всего Союза, тяжко переживали эти дни утраты нашего Кирова. Весь Советский Союз в трауре. Это национальный траур. Герой и вождь большевиков, организатор рабочих славного города Ленина и есть герой всей нашей страны. Борьба за величие партии есть борьба за величие всей нашей великой Родины. Вот почему вся страна от старого до малого тяжко переживает утрату товарища Кирова. Товарищ Киров был образцом руководителя, вождя, спаренного с массами, вышедшего из народа, посетившего всю свою жизнь народу и отдавший эту свою жизнь за народ, за рабочий класс, за свою партию, за дело коммунизма. Товарищ Киров являлся тем образцом большевика, организатора, который, начав с рядового, кончил вождем и организатором ленинградских рабочих и всей нашей страны. Будучи вождем, товарищ Киров в то же время был рядовым. Он умел видеть жизнь по всей ее многогранности. Он умел наряду с великими делами, наряду с руководством великой стройкой, умел замечать, умел исправлять, умел обращать внимание на самые, казалось бы, мелкие, на деле крупные вопросы жизни, быта и строительства. От организатора подпольной типографии в Томске до вождя Ленинграда и рабочих всей страны. От бойца-командира, политического руководителя обороны Астрахани до строителя свирстроя, волховстроя, до трибуна народного. Вот путь товарища Кирова. Товарищ Киров был лучшим оратором в нашей партии. Он зажигал сердца миллионов своей пламенной речью. И у товарища Кирова не расходилось слово с делом. Это отличительная черта у большевика была у Кирова особенно сильна, особенно заметна. Слово и дело было едино. Товарищ Киров умел идейно спаивать вокруг себя людей. Он умел их воспитывать не просто приказом, распоряжением. Он умел их воспитывать, заражать своей идейностью, принципиальностью, преданностью делу коммунизма. Он был лучшим оратором, он был идейным воспитателем, он был строителем, он был командиром на всех фронтах нашей великой саталисийской стройки. И не даром товарищи, товарищ Киров был лучшим другом нашего великого строителя социалистической страны, товарища Сталина. С этой трибуны, вот здесь, в Мавзолея, не так давно, во время 17-го съезда нашей партии, московские рабочие вместе с делегатами 17-го съезда слушали пламенную речь товарища Кирова. Он говорил о великих победах, он говорил о борьбе, он говорил о грядушей победе коммунизма. Товарищ Киров на 17-м съезде нашей партии, подводя итоги нашей борьбе, говорил о успехе наши настолько велики, такие громадные, что черт его знает, если по-человечески сказать, так и хочется жить, жить и жить. Но товарищи, подлая рука убийцы прекратила жизнь этого великого бойца, этого водителя масс, этого вожака, который ввел их в бой и на фронтах гражданской войны, и на фронтах великой социалистической стройки. Но товарищ Киров будет жить вечно и в сердцах, и в головах миллионов трудящихся масс. Товарищ Киров боролся за коммунизм. Коммунизм победит не только в нашей стране, но и во всем мире. Сегодня, прощаясь с товарищем Кировым, мы все, и московские большевики, и московские рабочие, вместе с нами, трудящиеся всего союза, говорим товарищам ленинградцам, понесшим особенно чувствительную потерю. Мы говорим Центральному комитету партии. Мы сумеем своей самоотверженностью, своей работой, своим упорным трудом, своей бдительностью и своей революционной решительностью возместить эту тяжелую потерю. Мы знаем, что товарищам ленинградцам особенно тяжко потеря Кирова, ибо они работали каждодневно под его руководством. Мы знаем, что Киров сделал для Ленинграда. Мы знаем, что Киров своей работой обеспечил расцвет и города Ленинграда, и ленинградской промышленности. Мы знаем, что Киров схватил ленинградскую большевистскую организацию. Мы знаем, что в трудные дни, когда не только открытые классовые враги, но когда и внутри нашей партии появились агенты этих врагов. Мы знаем, что Киров сумел схватить ленинградцев, как верный оплот, как самый передовой отряд нашей партии. Мы, москвичи, учились у ленинградцев многому в их работе, в их борьбе. И это, этот расцвет Ленинграду, ленинградским большевикам обеспечил Киров. Товарищи, враги, подостровавшие убийцу, они думали, что это внесет мятение в наши ряды, что это расстроит ряды бойцов. Нет, они ошибаются. Наши ряды не расстроятся. Мы победители. Мы сумели многого добиться. И мы уверены в нашей победе и в петь. Мы не только не расстроим ряды. Мы не только не допустим вся тенья. Наоборот, мы еще теснее исполнимся вокруг Ленинградского ЦК. Мы еще верже, еще смелее будем строить, бороться. Мы еще решительней будем расправляться с подлыми врагами, которые не дремлют. Мы проявим еще большую бдительность. И, товарищи, сумеем сделать то, что делал и к чему стремился всю свою сознательную революционную жизнь, товарищ Киров. Мы сумеем всей своей борьбой, всей своей самотверженностью обеспечить победу тела коммунизма во всем мире. Продолжение следует...